В декабре 1990 года советские конструкторы представили опытный образец самоходного лазерного комплекса 1К17 «Жати». Спустя почти два года государственных испытаний, эта сверхсекретная машина была рекомендована к принятию на вооружение. Ее цель – противодействие оптико-электронным приборам противника. Разработкой занимались сотрудники НПО «Астрофизика» и Свердловского завода «Уралтрансмаш». Первые отвечали за техническую начинку, вторые – за приспособление платформы, новейшей на тот момент самоходной установки 2С19МСТАС под впечатляющих размеров башню СЛК. Генеральным конструктором астрофизики был Николай Устинов, сын могущественного члена Политбюро и министра обороны Дмитрия Устинова. С таким покровителем астрофизика не испытывала недостатка в ресурсах и кадрах. При этом многие использованные технологии до сих пор находятся под грифом «Секретно». Лазерная установка «Жати» являлась многодиапазонной. Она состояла из 12 оптических каналов, каждый с индивидуальной системой наведения. Это сводило на нет шанса противника защититься от атаки лазера при помощи светофильтра, который мог блокировать луч только определенной частоты. Помимо боевых оптических линз, расположенных в верхнем и нижнем рядах модуля, в середине находились объективы систем прицеливания. Справа размещались зондирующий лазер и приемный канал автоматической системы наведения, слева, дневной и ночной оптические прицелы. Для работы в темное время суток установка оснащалась лазерными подсветчиками-дальномерами. Для защиты оптики во время марша лобовая часть башни закрывалась бронированными щитками. Слухи о 30-килограммовом кристалле «Рубийна», специально выращенном для лазера «Жати», оказались преувеличенными. В 1К17 использовался Яго-Лазер, алюметриевый гранат, легированный ионами неодима с длиной волны 1064 нанометров. Такое излучение инфракрасного диапазона менее подвержено рассеиванию в сложных погодных условиях. Яго-Лазер в импульсном режиме развивал внушительную мощность, генерируя многодиапазонное излучение. Башня лазерного танка была значительно увеличена по сравнению с базовой для САУМ-СТАЭС. Помимо оптика электронного оборудования, в задней ее части размещались мощные генераторы и автономная вспомогательная силовая установка для их питания. В средней части рубки находились рабочие места операторов. На крыше была установлена башенка командира с зенитным 12 и 7-мм пулеметом НСВТ. Помимо основной задачи, выведение из строя электронной оптики противника, 1К17 мог использоваться для прицельного наведения и обозначения целей в условиях плохой видимости для своей техники. В условиях рухнувшей экономики и развала Советского Союза программа сжатия была пересмотрена. Высокая стоимость комплекса, несмотря на передовые технологии и результаты, вынудило руководство Министерства обороны усомниться в его необходимости. Единственный экземпляр в 2010 году оказался в экспозиции военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское. На этом все. Если вам понравилось наше видео, не забудьте отметить лайком. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.